В Казанском федеральном университете Закончился прием иностранных студентов В КФУ открылась плакатная выставка Посвященная борьбе с эпидемиями Сайс Фукусима планирует слить радиоактивную воду Что происходит, как реагировать, разбираемся Эльшат Гафуров принял участие В заседании наблюдательного совета Научно-образовательного центра в Республике Татарстан Которая состоялась в Доме правительства Татарстана Под председательством президента Рустама Миниханова К другим новостям Улыбки скрыты, но глаза все говорят КФУ провел галоконцерт День первокурсника О том, как прошло мероприятие, расскажет наш корреспондент В масках и с небольшим количеством зрителей Вот они, герои творчества Которые готовы выступать и заряжать Своей энергией, несмотря ни на что Будем танцевать Два номера у нас Будем заряжать всех остальных Во-первых, вокруг нас такая Прекрасная и волшебная атмосфера Во-вторых, мы танцуем Рядом с нами наши друзья И вообще, ну, это просто не передать Вот эти эмоции, которые кипят в нас Настроение, на самом деле, довольно волнительное Мы здесь уже, какой, четвертый день С приветственным словом выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Он поблагодарил участников за возможность Организовать концерт, несмотря на Эпидемиологическую обстановку В разное время мы, конечно же, по-разному Отмечали этот день Но вот пандемия вносит Свои поправки в нашу жизнь Хочу сказать огромные слова Благодарности за то, что Многие нашли возможность Подготовить нам вот этот большой праздник Который мы традиционно празднуем В стенах одного из самых больших Концертных залов Номера оказались самобытными И интересными Казалось, что вся энергия, которую Участники копили полгода Нигде не выступая Выплюснула и здесь На сцене Уникса Настроение боевое вообще Вообще бомбовое Ну, немножко так Непривычно было То есть, ну, мышцам все равно Это мы привыкли к работе А тут легкий перерыв Но мы все равно дома как-то Обминались потихоньку Важно отметить, что мероприятие Проводилось с соблюдением Всех санитарно-эпидемиологических норм Все те, кто не смог посмотреть вживую Концерт можно было увидеть Благодаря нашему телеканалу Который провел прямой эфир фестиваля Впервые в этом году Трансляция была доступна Не только во ВКонтакте и Ютьюбе Но и в мобильном приложении Универ ТВ Елизавета Королева Ленарда Влетьяров Универ Ньюз Первокурсник Института фундаментальной медицины И биологии КФУ Завоевал золото на первенстве России По тэквондо Ханмагомет Рамзанов Стал чемпионом России Среди юниоров К другим новостям Конец октября А это значит, что пришло время Подводить итоги зачисления студентов в ВУЗы Давайте узнаем Сколько иностранных студентов Поступило в Казанский университет 30 октября Вышел итоговый приказ О зачислении иностранных студентов В Казанский университет По итогам приемной кампании Проводимой в октябре Зачислено 800 студентов А общее количество иностранных Обучающихся превысило 3200 человек Из них на контрактном обучении Примерно 2680 человек Более активными институтами Стали институт фундаментальной медицины и биологии Кроме того Существенной популярностью пользуется Институт международных отношений Институт филологии и межкультурной коммуникации Традиционно Очень популярным И с наибольшим приемом в этом году Институт управления экономикой и финансов В этом году большое количество студентов Поступило из Китая, Узбекистана и Египта Мы в основном Вот этот вот дополнительный прием В сентябре-октябре Организовали для наших партнеров Потому что они достаточно поздно Получили аттестаты Об общем школьном образовании Кроме того На подготовительный факультет Уже зачислено 584 иностранца Кристина Надышина Виолетта Басова Универ Ньюз В библиотеке имени Лобачевского Казанского университета Открылась выставка плакатов Посвященных борьбе с эпидемиями Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете Как правильно и насколько важно Мыть руки и держать свое тело в чистоте Сейчас такие вопросы могут вызвать Улыбку на лице человека Однако сто лет назад Когда просвещенность населения была на низком уровне Многие люди не знали даже этих простых вещей В библиотеке имени Лобачевского Казанского университета Открылась выставка плакатов Посвященная борьбе с эпидемиями В коллекции библиотеки Более десятка плакатов Пропагандирующих личную гигиену И санитарно-просветительскую деятельность Этим плакатам уже порядка сотни лет Издавались они на территории всего СССР А теперь вот оказались библиотеки университета Наша библиотека Считается одной из крупнейших библиотек в стране И поэтому с 1922 года У нас появляется обязательный экземпляр В нашу библиотеку поступают Все издания, которые выходили на территорию Только-только образованного СССР В Советском Союзе эти плакаты Развешивали на улицах, предприятиях В школах и других общественных местах По словам экспертов Запорчу таких плакатов Могли серьезно наказать Уничтожение или срыв плаката Является контрреволюционным действом То есть это было очень важным Именно правительственным таким решением Несмотря на то, что создавались плакаты Еще в прошлом веке Они и сейчас не потеряли актуальности Ведь даже на входе в университет Висит плакат, предупреждающий о том Что нужно надеть маску Лев Диденко Летабасова Универ Ньюс Сольет ли Япония радиоактивную воду в океан? Какие могут быть последствия И риски в принятии этого решения? Что будет с нами И какая угроза поджидает следующее поколение? Об этом в нашем следующем сюжете В настоящее время на атомной электростанции Фукусима в огромных резервуарах Хранится более миллиона тонн радиоактивной воды Правительство Японии объявило о своих планах Слить загрязненную жидкость в мировой океан Все это из-за того, что в 2022 году Ее будет уже негде хранить Что происходит и как нам реагируют Комментируют наши эксперты Ученые из Австралии и Японии Для получения экспертного мнения Мы связались с Тильманом Руффом Профессором Института Всемирного Здоровья Мельбурнского университета Лауреатом Нобелевской премии 2017 года В составе группы По предотвращению ядерной войны Какими могут быть последствия? Слив в окружающую среду воды С содержанием радиоактивных материалов Будет иметь последствия для всех нас А не только для тех Кто непосредственно живет в этом регионе Многие страны В том числе правительство Северной Кореи И Китая Громогласно заявляют о своей позиции Против реализации плана Японии Все воздействие от радиации Однозначно шаг за шагом Будет увеличивать долгосрочные риски Онкологических заболеваний На протяжении всей нашей жизни При этом основная угроза Стоит перед всеми последующими поколениями Также это спровоцирует Серьезный рост сердечно-сосудистых заболеваний Слитая в океан радиоактивная вода Будет влиять на все живое Это станет не просто частной проблемой для человека Перед сливом радиоактивная вода Хранящаяся в настоящее время Почти в тысячи контейнерах Будет подвергаться тщательной очистке По итогам которой В ней останется только Неподдающаяся фильтрации тритий Тритий — это сверхтяжелый Радиоактивный изотоп водорода Изотоп представляет радиационную опасность Для живых существ При вдыхании, поглощении с пищей Впитывание через кожу Как вы, наверное, все хорошо знаете Проблема в том, что Не все радиоактивные частицы Фильтруются И на выходе остается тритий Который очень трудно отфильтровать Но с другой стороны Он быстрее разлагается И в дозах, которые расчетные В том числе с учетом того, что может произойти Если сброс произведется в море Он будет иметь минимальный эффект Как на экосистему, так и на человека Основные противники данного решения Это, конечно, коммерческие структуры Рыболовные структуры Вот эти вот союзы производителей Продукции и так далее Ну и, конечно, население Потому что такая вот Технологическая дискриминация Она очень больно бьет По обычным людям Которые там работают 26 октября стало известно Что Япония отложила слив Очищенной воды САЭС Фокусима Об этом сообщает Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросия Кадзияма Правительство продолжит рассматривать этот вопрос Так как на данный момент Нет никаких альтернативных решений Что посоветуете правительству Японии? Необходимо построить дополнительные резервуары Например, такие же Которые Япония уже построила Для национального нефтяного запаса Туда можно переместить радиоактивную воду Если продержать ее в таком состоянии Скажем, 130 лет То содержание третья существенно сократится Оно будет составлять 0,001% от стартового уровня Против сброса радиоактивной воды САЭС Фокусима В мировой океан выступает ООН Эксперты ООН в области прав человека В июне 2020 года призвали Японию Подождать результатов Глубоких внутренних и международных консультаций И пока не принимать окончательного решения Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универ Ньюс На этом все Не забывай смотреть на социальных сетях До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова